Парижа сегодня ночью спасло оно. Птица со сбросом прямо над ним зависла. Он бежал, упал и резко укрылся ночью. Она замерла там, где он исчез с тепловизора. Полетала и улетела. Это сообщение от воюющих за лентой с благодарностью за антидроновое одеяло, которое спасло одного из бойцов от смертельно опасной птицы. Отшито оно было волонтерами движения «Самарский тыл». Добровольцы базируются в храме Сретения Господня и помимо того, что собирают и отправляют гуманитарную помощь, сами же и делают многое из необходимого бойцам. Те самые одеяло, а еще белье, балаклавы, спальники, маскировочные сети. Мы стали шить здесь сначала по футболкам, все накроили и постепенно, постепенно мы уже начали, вот перешли к каким более серьезным вещам, как антидроновое одеяло. Тепловизор его не видит из-за двухслойного изолона. Вверх у нас идет ткань Оксфорд, которая не пропускает ни влагу, ни в воду, держит тепло. То есть оно у нас идет еще как из-за того, что есть петли, шесть петель по двум сторонам, оно у нас идет еще как носилки. Снежана Фатюшкина – супруга офицера. Раньше никогда шитьем не занималась. Затянула уже после того, как муж пошел на СВО. Теперь в свободное от воспитания двух детей время приходит в этот волонтерский цех. Он объединяет добровольцев разного возраста из микрорайона, где находится храм. Вот этот механизм для нарезки ткани на небольшие полоски тоже своими руками сделал один из местных жителей. Постоянно на связи волонтеры и с такими же объединениями из других городов обмениваются разными категориями гуманитарной помощи для отправки на фронт. Работают, например, с Тольятти. Вообще мы всех волонтеров стараемся донести до них, что сила в единстве и только общими усилиями мы можем больше принести пользы фронту и победа будет за нами. Когда мы уезжаем за линейку, нам помощь из Самары приезжает целыми газелями. Когда батюшка уезжает, мы привозим сюда. Нужно взаимодействовать. Одно дело делаем, нужно все вместе держаться. Батюшка – это священник Антоний Мирошниченко. Именно он организовал на базе храма волонтерское движение и сам сопровождает гуманитарную помощь при доставке бойцам. Следующая поездка на днях. С собой в Луганск из храма возьмут икону Федора Ушакова, покровителя защитников Отечества. Мы возьмем с собой эту икону, чтобы вместе с бойцами ослужить молебен, чтобы бойцы могли помолиться, попросить помощи Божией, укрепиться и приложиться к этой святыне. Потому что на Руси была всегда добрая, хорошая традиция. В трудные времена совершались крестные ходы, совершались молебны. Для нас это немаловажно, как кроме гуманитарной помощи принести, помочь, поднять боевой дух для наших солдат. Еще не состоялась эта поездка, а волонтеры из Самарского тыла уже готовятся к следующей. Повезут в госпиталь медикаменты, продукты питания, кушетки для раненых.